Картина называется «Покинутые», из чего следует, что мать с ребенком брошены на произвол судьбы. Скорее всего, женщина стала жертвой соблазнения, после чего забеременела, однако отец малыша не захотел брать ее в жены. В XIX веке быть матерью-одиночкой считалось большим позором. Если молодой незамужней женщине, проживающей с родителями, вдруг случалось забеременеть, то ее с позором выгоняли из дома, вынуждая перебираться в те места, где ее никто не знал. Изгнанные вынуждены были скитаться по углам и коморкам, жить впроголодь, страдать от мороза и болезней. Фактически молодые одинокие матери были обречены на медленную, мучительную и позорную смерть. Именно такая судьба и ожидает героиню картины Гуго Мерле «Покинутые». Чтобы усилить трагизм сюжета, художник изобразил на заднем плане свадьбу. Вероятно, женихом является именно отец ребенка нашей героини. Он нашел себе более выгодную партию, совершенно не задумываясь о том, что ждет соблазненную им когда-то женщину и их общего малыша. Теперь молодой матери придется как-то выживать на улицах города. Она будет вынуждена либо попрошайничать, либо сдать ребенка в приют, чтобы устроиться на работу. Шансов на счастливую и спокойную жизнь у этой женщины практически нет. Возможно, летом этой женщине еще можно будет как-то прожить со своим малышом, но зимой она будет вынуждена принимать жестокие меры, чтобы выжить. Картина написана очень реалистично. Художнику удалось не только тщательно изобразить все детали, но и наполнить полотно эмоциональной чувственностью, чего только стоит хрустальная слеза на щеке несчастной и ее растрепанные волосы. Особое внимание художник уделил ребенку, который похож на маленького ангелочка. Пока он беззаботно и уютно спит на руках своей мамы, не осознавая масштаба будущих страданий, его светлая голова и пухлые розовые щеки говорят о том, что пока малыш здоров и сыт, героине удается хорошо заботиться о нем даже в тяжелых условиях. В общем, образе этой женщины есть некие отсылки к образу Мадонны с младенцем, да и в целом картина не создает удручающего впечатления. Будем надеяться, что кто-то поможет несчастной матери, и ее жизнь сложится относительно благополучно.